Всем привет! Вы на канале Товар из Китая и меня зовут Вячеслав. И у нас сегодня будет обзор и опыт использования этих часов KISLECT KR2. Уже более двух недель я пользуюсь этими часами и сегодня поделюсь с вами всеми плюсами и минусами, подводными камнями этих часов, с которыми я столкнулся. Я вам расскажу то, чего не рассказывают другие обзорщики, которые, образно говоря, делают обзор на коленке, только распаковал и сразу делает обзор. Но как можно сделать объективный обзор, если ты не знаешь ни автономности, ни каких-то других фишек? Это так только поверхностно. Но только попользовавшись им около двух недель, я могу вам записать все особенности этих часов, также их автономность. Итак, усаживайтесь поподробнее, а у нас будет опыт использования KISLECT KR2. Начну я, пожалуй, с их внешнего вида, с их ремешка. Это магнитный ремешок, гибкий, съемный. Корпус выполнен полностью из металла, задняя часть из пластика, три физических кнопки и ремешок очень удобно застегивается. Так, раз, и все, и не нужны никакие застежки, никакие тренчики, все. Часы застегнулись, не слетят у вас на улице. В этом я поставлю плюс этим часам. Ну а вот так выглядит яркость экрана на солнечном свете. Как видите, солнышко светит. Вот такая вот яркость. Сейчас она максимальная выставлена. Амолед экран. В принципе, яркость нормальная. Ну а теперь, друзья, функционал. Очень удобное меню. Свайпом влево. Вся дневная активность, пульс, кислород в крови, уровень стресса. Дальше сон. Сон, кстати, показывает более-менее правильно. Это пауза, когда я вставал ночью. Ну и музыка. Можно управлять музыкой. И погода. Такие вот виджеты у нас есть на часах. Ну, в принципе, все как и у остальных. А свайпом вправо такое быстрое меню. Тут звонок, тренировки и так далее. Можно ответить на смс-ку. Свайпом вверх у нас все уведомления. И обратите внимание, друзья, прописываются иконки. Иконки уведомлений. Да. Все здесь, друзья, прописывается. И свайпом вниз открывается такое быстрое меню. Здесь можно все настроить, включить. Также уровень батареи, сопряжение со смартфоном и температура. Все. Вот такие быстрые настройки, функционал. И обратите внимание, что перелистывается плавно. За счет 60-ти герцовой частоты обновления часы перелистываются плавно. Нажав на кнопку, мы переходим в меню других настроек, где очень много разных настроек. Это все работает корректно. Настройки. Ну, правда, перевод не сильно корректный. Отображать. Это, оказывается, наш экран, яркость, тайм-аут и так далее. А свайпом вправо мы переходим в предыдущее меню. Одна из основных и крутых фишек этих часов, это является возможность совершать звонки по Bluetooth. Если законнектены часы со смартфоном и по Bluetooth, мы можем сделать звонок прямо с часов. Для этого выбираем звонок. Можем недавнее, например, позвонить. Можем выбрать из контактов. Но перед этим в приложении контакты надо вынести и зафиксировать. А можем нажать, набрать прямо с клавиатуры часов. Я так делал, дозванивался. Звук хороший. Слышимость хорошая. Ну вот, например, могу сейчас позвонить. А, Bluetooth отсоединен от часов. Пожалуйста, обратите внимание, мне позвонила жена. Я снимаю трубочку. Алло. Как меня слышно? Привет. Как у тебя дела? Ты меня хорошо слышишь? Я по часам сейчас тебе звоню. Да. Хорошо. Хорошо. Ну, отлично. Все, можешь ложить трубочку. Ага. Давай. Как видите, с часов можно удобно звонить, особенно за рулем, когда у тебя заняты руки и не можешь достать смартфон. Это, конечно, большой плюс этих часов. Ну, а сейчас мы перейдем к приложению Kislect. Вот так оно выглядит. И давайте в него зайдем. Здесь на первой странице все у нас активности, шаги, калории, расстояние, частота сердцебиения, кислород в крови, стресс, сон и контроль веса. Также запись тренировок. Я сразу скажу, я не тренировался и тренировки я в часах не использовал. Я не буду показывать, как сопрячь эти часы с смартфоном. Это все у меня есть в распаковке и в первой настройке. В верхнем правом углу появится видео. Ну и начну я с этого приложения. Обновление системы. Кстати, часы обновились, как только я их распаковал. Здесь установлена последняя версия прошивки. Здесь показывается процентный заряд батареи. Приложения и голос подключены. Дальше. Циферблаты. Ну, циферблаты это онлайн. А основных циферблатов здесь пять. Если нажать на больше, то здесь появляется очень много циферблатов. Но сразу, друзья, скажу, чтобы вы не рассчитывали на эти циферблаты, так как их некоторых, даже большинство из них скачать невозможно. Вот, например, установить вот этот. Смотрите. Совет. Да. Все. Циферблат скачался. Так. Смотрите. Недостаточно места на часах. Все. Ошибка. И так далее. Я пытался скачать несколько циферблатов, и большинство из них установить не удалось. Это вот явный минус. Дальше. Вот. Местные циферблаты. Пять установленные. Также можно установить с фотографию. Можно установить. Можно установить с нашей галереи. Любую фотографию. Я установил, например, вот эту. И вот так вот получилось у меня. Вот такой вот циферблат у меня получился с этой собачкой. Да. Это у меня получилось. Вы тоже можете установить любой свой циферблат. Ну и дальше. Уведомления. У вас должны быть включены все уведомления. Именно на те приложения, с которых вы хотите получать уведомления. Еще приложение нажимаем. И дополнительное приложение в вашем смартфоне. Кстати, как вы видели, иконки все прорисовываются с уведомлениями. Здесь полный порядок. Это поставлю жирный плюс. Здесь напоминание. Будильник. Пить воду. Мыть руки. Я это ничего не подключал. Оно мне ничего не нужно. То, что нужно, это должен включен быть. Фишка. Телефон. И контакты. Да, друзья. Нужно здесь зарегистрировать или перенести контакты, синхронизировать с часами и подтвердить. Можно подтвердить всего 150 контактов. Ну вот у меня 149 подтверждены. СОС. Погода. Камера. Часы. Мировое время. Вот. СМС. Быстрый ответ. Здесь были какие-то английские команды. Я установил по-русски. Я сейчас занят. Перезвоню позже. Приветик. И сохранить. Сохраняем. Также это можно все, друзья, редактировать. Редактировать. И там писать что-то свое. И потом не забыть это все сохранить. Эта фишка здесь работает. Автоматический мониторинг. Первый раз, когда я тестировал часы, у меня было все это выключено. Потом я все включил. Частота сердцебиения. Установил интервал 30 минут. Дальше. Кислород в крови. Тоже 30 минут. Интервал. И стресс. Интервал установил 30 минут. И, конечно, после этого автономность у меня изменилась. Но об автономности чуть позже. Настройки. Обязательно я включаю при подъеме руки, чтобы экран загорался. Дальше. Время включения экрана можно регулировать. У меня 10 секунд стоит. И после 10 секунд он тухнет. Яркость. Ну, яркость у меня здесь процентов на 80 стоит. Автояркости здесь нет. Это минус. Поэтому яркость всегда выставляем вручную. Экранный дисплей. Или Always on display. Всегда включенный дисплей. Но при этом режиме, друзья, очень сильно садится батарея. Так как это сильно разряжает нашу батарею. Полторы-двое суток живут часы при включенном Always on display. Ну, вот так выглядит Always on. Вот так. Такие темные часы. Темный экран. И если бы подняли часы, все, экран у нас загорелся. Включать вам Always on display или нет, это, конечно, решайте сами. Ну, а я его, конечно же, выключу, друзья. Ну, и язык устройства. Это следовать за системой. То есть, язык смартфона, он подтягивается к языку устройства. Вот такие вот настройки. Также другой. Тут очистить данные. Или разрыв коннекта со смартфоном. Это что касается настроек нашего приложения. Ну, а теперь, наверное, самое главное. Автономность. Когда мониторинг пульса, кислорода в крови и стресса был отключен, часы жили 8 суток. Примерно 12% в сутки часы разряжались. После включения активного мониторинга, процент разряда составил 14-15%. То есть, часов хватит вам на 6 суток. Ну, а при включении Always on display, активный экран, вам хватит полторы-двое суток. Ну, это кому как. Время заряда от 0 до 100% примерно 1 час. Ну, и в заключении нашего видео поговорим о недостатках. Первый недостаток – это нет автояркости. Да, автояркость здесь отсутствует, только вручную настраиваем яркость. Второй недостаток – это циферблаты. Как я показывал с приложения, нельзя загрузить все циферблаты. То не хватает памяти, то показывает еще какую-то ошибку. Короче, такой недостаток. Третий недостаток – я его заметил через несколько дней – не работает вот эта кнопка. Да, она не работает от слова совсем. Если эта кнопка работает, то здесь мы переключаем циферблаты наши, меняем циферблаты, все это делаем, это все у нас работает, то эта кнопка не работает абсолютно. Ну, а эта кнопка у нас – спортивные режимы. Спортивные режимы. Да. Ну и вернуться назад. Вот этот третий недостаток, что бракованная кнопка. У кого так, тоже напишите в комментариях. Четвертый недостаток – не работает режим накрытия ладони для погашения экрана, как в других часах. Накрываем ладонью – экран гаснет. А здесь ничего подобного. Ну и, друзья, перевод. Перевод. Некорректный перевод. Ну, судите сами. Смотрите, заходим в настройки, тут отображать. Ну, в общем, перевод мне здесь не понравился. Перевод здесь сильно кривоватый. Пишите в своих комментариях, купили бы вы себе такие часы. Ну, а у меня на этом все. С вами был Вячеслав, канал Товар из Китая. Подписывайтесь, ставьте лайк за труды. Ну и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok